5 июля был освобожден город Славянск и все банки города уже работали. Сегодня 4 сентября. Два месяца и банк ВИАИБИ не работает. Мы без денег, у нас бедственное положение. Мы обращались во все инстанции, в НБУ, в ВИАИБИ города Киева на горячие линии и никаких мер не принимается. Сегодня банк отрылся второй день. Специалистов у них нет. Они посадили на операцию человека, который не знает программу. Вчера приняли 6 человек. Сегодня, на сегодняшний день, сейчас 12 с лишним, приняли 2 человека. Сегодня у нас очередь составляет 119 человек. А в банке где-то 1200 клиентов. Когда же у нас дойдет тогда на этой очереди? Стоят люди преклонного возраста. Я тоже пожилой человек. Я приезжаю со Славянногорска, плачу 50 гривен за транспорт, выстраиваете очередь. Завтра опять буду приезжать, чтобы занять эту очередь. И просто так я уеду, ничего не узнал. Помогите нам. Такого безобразия еще в городе не было. У вас депозиты? У нас депозиты. У нас у всех. Этот банк не давал кредитования, поэтому у него нет денег. Мы даже не можем положить проценты на карточку, чтобы где-то взять. У них даже карточек нет. Карточки до войны заказы. Я сегодня записалась в этом банке для того, чтобы мне попасть. Звоню я на горячую линию и говорю, скажите, как у вас будет работать банк? В таком режиме мы будем и работать. В каком режиме уточните? С 9 до часу. Узнавши от людей, которые стоят впереди меня, и говорят, 3-4 человека. Я им звоню и говорю, а как же нам быть, если я 86-я? В каком году я смогу попасть в этот банк? В 15-м или в 16-м? К нам никто не выходит, двери закрыты. Ихний сторож вышел, двери закрыл и открыл. Не управляющий, никто не выходит, нам ничего не объясняет. Мы стоим как в цирке, ждем, когда же эта дверь откроется. Один вышел, другой ушел. Все, без никакого результата я сегодня снова ухожу. Те люди, которые по счастливости им зайти, они выходят с деньгами? Нет, выходят люди без денег. Они заставляют делать пролонгацию своих депозитов и отдают только проценты на карточку. На карточку, тем, у кого есть карточка. А у людей нету, люди хотят получить проценты, но у них нету карточек. Они объясняют, что карточек им Киев не доставляет. Ни карточек не можем получить, ни депозитов, ничего, ни процентов. Еще в апреле месяце на горячей линии говорят, что карточки в Славянске. В Славянске говорят, карточек нет. Где карточки, которые заказаны, неизвестно. Выход из ситуации, вы видите, с банка. Приехали кто-то с Киева и дали какое-то указание, распоряжение. Привезли сюда деньги, чтобы люди получали деньги. Мы теряем деньги, получая по карточке в других банках. А мы сюда вложили, мы дали им заработать. Нас всю жизнь дурят. Дурил нас Горбачев, дурил нас прежние наши президенты Украины. Теперь что, настала очередь Порошенко и Яценюка нас дурить? Или как понимать? На горячей линии я спрашивала, банк ваш обанкротился? Нет, банк работает в нормальном режиме. Едьте, я говорю, а где мне получить мою карточку? Говорит, едьте или в Харьков, в другие области, кроме Донецкой и Луганской области. Банки все в Донецкой и Луганской области, ну кроме где, проходит АТО, работает в нормальном режиме, в обычном, ВИП не работает. А в Харькове говорят, как вы говорили, женщина, в Харькове давайте 100 гривен и карточку. В Харькове деньги не отдают. Там тоже нужно месяц простоять, потом они принимают заявление и после месяца этого делают отказ. Просто отказывают. Еще и говорят, заплатите 100 гривен. Заплатите за карточку. Значит, надо с прокурора начинать, вот это же, это люди только, так сказать, потерпевшие. Вот прокурор должен вызвать их и поговорить, какой режим у вас, почему у вас он нарушается. В договорах же написано, возвращать вовремя и так далее. Так проценты не можем получить. Ну, проценты не можем. А о каких суммах идет речь? У вас большие суммы в депозитах? Откуда тут большие суммы, обыкновенные граждане. Ну, у каждого человека разное. У кого, допустим, 10, у кого 20, у кого 15, у кого 5, у кого 3. У вас бабушка сколько? Да, 6 тысяч. Сколько у вас? Бабушка, берите, оплату. Вот снимите. Маменький. Четыре. Четыре выяснили. Да. Мне переписано уже два года. Хочу 40 раз сюда, не могу попасть, чтобы они хотя бы переписали его. Уже не надо денег. Оце сколько бумажек, тут мои проценты, все потерло, все. Все, я тут вчера, я сидела, сегодня не попаду. А мне-то надо его пересчитать и списать на прокурор. Чего не посчитайте, хотите. Вот я его погубила, наверное, половину. Ой, с операцией сама. И хожу, что до 100 раз, и ничего не делаете. Прошу переписать. Один человек обхуживается, а нас здесь 40 стоит, 50. И мы не люди. Только будут приходить, только будут приходить. Пригласите нам заведующую, пожалуйста. Хорошо. Вы сохранником. Я же разговариваю. Пригласите нам заведующую. Я понимаю, я разговариваю с человеком, я не могу его. Подождите, вы не разговариваете, пусть заведующий приглашает. Приглашаем заведующую, пожалуйста. Пожалуйста, мы ждем управляющего. У вас остался час работы. А нас здесь 120 человек у вас. Пожалуйста, у вас управляющая. Почему она за ширмой у вас сидит, ваша управляющая? Позовейте заведующую. Она на работе и где? Правильно, так пусть она выйдет мне, даст эту информацию. Остальные тоже. Не, нормально, вы ходите там между собой общаетесь, а мы ждем управляющего. Трудно человеку выйти к людям. Так может, она до часа. Не комите людям. Не комите людям. Гляньте, что делают, а. Это общение с людьми, с товарищами. Это раз и общение, а. Мы влашили сюда свои вклады. Мужчина взял, что я напишу. Ну что, будем мы стоять, как говорится, в таком режиме до часу дня. Сотрудники все у них новые. Они сказали, что в течение недели постараются как-то усовершенствовать работу свою. Но первые дни им очень тяжело. Вот в этой системе пока они неделю будут стоять. На мою просьбу, которую я вот разговаривала с заведующим отделением, она сама говорит, я принимаю тоже людей с карточками, вот как и было, что у них нету ничего, ничего нету. Попасть только вот эти все у них сотрудники, которые есть, три человека, ждите. В течение недели, может быть, мы что-то придумаем более такое, чтобы вам было облегчение попадания банка. Ну, она не будет выходить, потому что она работает. Один результат, то, что вот так, как они принимают, вот эти вот записанные люди, которые в списках попали, хорошо, счастливые. Следующие, приходите, смотрите, какие по номерам. Вчера составился список один, сегодня его изменили. Сегодня я была 25-я, сегодня я 90-я. Я говорю, списки посмотрите, ну что нам делать? Мы клиенты вашего банка. Как нам быть?